Всем всем огромнейший привет! Вы на канале Вязаная Жизнь Джульетты К. И сегодня я хочу с вами поговорить о спицах, а точнее поделиться своим мнением о спицах от Knit Pro Cubics. Кубиксы деревянные. У меня есть металлические, о них я немножко рассказывала в сравнительном обзоре с Nova Metal и Nova Metal Cubics. А это деревянные спицы, и о них я хочу поговорить с вами более подробно. В чем, почему я решила записать об этом видео? Если кому-то интересно, то сейчас скажу. Сейчас Knit Pro выпустил еще другие виды новинок спиц, и по-моему, Адью, если я не ошибаюсь, выпустили новинки спиц. Мне, как вязальщице, конечно же, интересно это все попробовать, и эти было очень интересно попробовать. Я наслушалась об этих спицах очень много позитивных отзывов от окружающих вязальщиц, не на ютубе. Кстати, на ютубе почему-то именно обзоры есть, там на наборы спиц, да, Чиагу я видела. А именно на Knit Pro спицы именно как-то мало обзоров. Причем Чиагу довольно-таки небюджетные спицы, эти спицы будут подешевле. И, в принципе, я люблю деревянные спицы, почему, ну, в общем, даже так честно, не просто деревянные, я люблю симфонию спицы. Именно поэтому и купила я на пробу эти кубиксы. Вернее, мне их подарили. Да, точно подарили девчонки. Ну, что могу сказать. При спицах идеального размера, это четверка. Идеальная для меня длины, это 100 сантиметров. Кстати, спицы вот, если что, не просто упаковочку держу, вот они сами эти спицы. То есть, все у них, как бы, казалось бы, для меня идеально. Но не могу я ими вязать. Почему-то это не мой вариант спиц. Они красивые, хотя темные. Поэтому, если вы будете вязать в темноте на темной пряжи, особенно, если у вас пряжа коричневая, вот как, да, у меня орыжий мой волос, цвет волос, то они просто теряются. На белой пряжи они, конечно, лучше смотрятся, эти спицы. У них вот такое вот прям темное дерево, не такое вот красивое, отполированное, как в симфонии. И это был для меня первый минус. Это дерево не... Возможно, в процессе вязания они, конечно, бы пряжи отполировались. Да, отполировались. Отшлифовались, да, там я не знаю, как правильно это называть. В принципе, кончики тоже у них не такие тупые. Но, хочу сказать, смотрите, у меня две спицы. Если внимательно присмотреться, то вот кончик этой спицы, он более не такой острый, как кончик этой. То есть, это уже... Ну, то есть, они уже немножко какие-то немножко несимметричные лично для меня. Хотя, если покрутить уже... То есть, как бы, производитель на вот этих нюансах немножко сильно не заморачивался, конечно же. Даже не знаю, это плюс или минус. Здесь более тонкое лёса, чем в спицах уткнет про даже металл, либо симфония. Она тоньше и существенно тоньше. В связи с этим она мягче, я бы сказала. Хотя, вот видите, вот они просто в упаковочке лежали, не запакованы. Ну, я сейчас, наверное, беру хвост, чтобы он не сливался с фонем моего, да, белого свитера. Хоть больше видно будет. То есть, она тоньше, она мягче, в отличие от тех спиц. Ну, в принципе, неплохо вязать. И всё, я как бы вывязала. Но неудобно. Абсолютно неудобно. Не могу понять, почему. Ещё один плюс, который мне очень понравился, который больше, лучше, чем в симфонии, это тот факт, что здесь есть номерочек, размеры, да, спиц. Какого размера эти спицы. Вот. Если вы не храните эту упаковочку, как вот я храню, да, то данный номерочек действительно очень идеальный и отличный будет вариант, как по мне. Потому что в другом случае придётся просто мерить линейкой, и почему-то я не всегда правильно попадаю. Причём, как говорят, что вот спицы кубикс на 0,25 меньше от обычных спиц. Не знаю, возможно, правда или неправда. Ну, я честно скажу, это вот, имея спицы четвёрку, у меня есть кубикс металлические, у меня есть четвёрка симфония, и есть четвёрка нова метал, и есть даже базикс, и даже больше я люблю базикс, чем вот, то есть... А я разочарована. Говорю, как петь, я разочарована именно этими спицами. Это не то, что я ожидала, не тот, не мой вариант, который бы хотелось иметь в своём визуальном наборе, визуальной коллекции. Поэтому, бесспорно, моё мнение может не совпадать с вашим. Вы тоже, знаете, также можете обожать симфонию от Книльпро. Ой, не симфония, а кубикс деревянный от Книльпро, в отличие от меня. Относительно размера спиц, я всегда выбираю, наверное, больше интуитивно. То есть, я вяжу, беру ниточку, беру образец, вяжу, и вот смотрю, как мне больше нравится, когда ложатся мои петелечки, да. И длина спиц для меня оптимальная всегда это 100 сантиметров. Почему я об этом говорю? Потому что очень часто у меня спрашивают девочки-вязальщицы, какие спицы купить. Девочки, особенно начинающие вязальщицы, естественно. Девочки, всегда выбор образования, потому что кому-то, в принципе, не важно, какие спицы для кого-то, да. И ему вполне нормально китайские спицы на тросике, он вяжет ими, и молодец, классно, потому что это экономия какая. Ну, все-таки, то ли купить спицы за 150 гривен, то ли это, либо за 250, то ли купить спицы за 25 гривен. То есть разница, да, 25 и 250 в 10 раз, в принципе, почему бы и нет? Почему не потратить эти же деньги на пряжу? Но для меня, наверное, очень важна комфортность. Поэтому вот даже лёса 80 сантиметров для меня коротковато, а лёса 100 идеально. 150 я уже не могу вязать. То есть вот, наверное, каждый человек выбирает тот вариант, который наиболее идеален ему в длине, в размере спиц. Сейчас вяжу джемпер племянницы, да, на шестёрке, шестёрке спиц. Они мне большие. То есть длительное время я повязать это изделие не могу. То есть почему я его выбрала как дорожное изделие? Потому что выбора нет, и ты будешь всё равно его вязать. Но длительное время, вот шестёрку, мне некомфортно вязать. Есть девочки-вязальщицы, которые наоборот вяжут, только большими толстями спицами. Мне троечка, это просто мой любимый идеальный вариант. Я могу даже двоечкой, два с половиной вязать. Это просто, ну, для меня мой идеальный вариант. Поэтому советую выбирать те спицы, которые идеальны вам. Не гнаться за модой и быть всегда, как говорится, то, что комфортно вам. До новых включений. С вами была ваша Юля. Всех люблю, целую. Очень рада, что вы заглянули на мой канал. Желаю вам удачных проектов и ровных петельчиков.